Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, и сегодня в своем новом видеоролике я решил сделать обзор на ютуберскую админку на проекте Amazeng RP Russia. Как вы знаете, по моим старым проектам, где также были какие-то ютуберские привилегии команды, я все время был неудовлетворен тем, что имеется у меня в приоритете. То есть, что у меня имеется по возможностям, по permission и так далее. Я все время на это агрился. Сейчас же в этом видеоролике я покажу вам, какие команды есть у меня, какими я могу пользоваться, мы обязательно протестируем все на себе и на игроках, и все это будет соответственно в целях видеоролика. Не забывайте вводить мой промокут Лемонти на старте, который даст вам на пятом уровне 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей. Ну и соответственно x2 xp и x2 зарплаты на первоначальных ловелах. Я думаю, мы начинаем. Для того, чтобы погрузиться в полную атмосферу зимы, нам еще необходимо подождать около месяца, либо двух, когда начнется декабрь. Ну, учитывая то, в каком городе я живу, то мне все-таки вообще не суждено даже встретиться и близко зимой. Вот. Но мы переходим к YouHelp. YouHelp это то, чего, так сказать, мы начинаем. Пождите, мне звонок от Бруна Гонзалеза. Алло. Зачем? Зачем? Я не хочу. Удачи. Так, позвонили мне, по-моему, из ФСБ, так как я до сих пор там работаю, но мне уже пора оттуда увольняться, потому что я ролики там отснял, как бы все. До свидания, я считаю. Вот, переходим к YouHelp. YouHelp, значит, у нас это первое. Это чат ютуберов администрации, это как бы дефолтная команда, чтобы общаться с админами, с ютуберами. Слэш скин. Да, действительно, я могу выдать себе абсолютно любой скин. 120 айди, например, хочу выдать себе скин там Хазбика, да. Все, я могу бегать скин Хазбика до перезахода в игру. Я считаю, это прикольно, особенно когда снимаете какие-то постановочные ролики, либо же просто в кайф вам побегать так по серверу в каком-либо скине. Ну, в основном, конечно, я эти команды использовал для ролика, либо же для своих личных целей, чтобы побегать в кайф. Но команда слэш скин, она как бы везде есть, она прикольная, особенно учитывая то, какой перечень скинов тут есть на Амазинге. Set my time, установить себе время суток, то есть и set my weather. Сейчас я вам покажу set my time. Set my time, то есть это я могу, например, поставить себе вечер. То есть, чтобы у меня было ночное время, там 20, могу поставить вообще 5 часов утра. То есть, и смотреть, ну, вот в разное время, свое время суток. Это также помогает для съемки видеороликов. То есть, например, я захожу утром, да, мне надо отснять какую-то вечернюю локацию, я беру, ставлю себе set my time. Это тоже топово. Это на многих проектах так до сих пор и не придумали сделать, потому что у главных админов это всегда есть. Они могут это делать, но при этом это все меняется для всех игроков. А именно, чтобы визуально, это надо было скачивать отдельный плагин, отдельное клео. Вот, а тут это как бы уже все и так встроено. Вы просто прописываете команду, и у вас лично, локально меняется то, что вам необходимо. Также set my weather, то есть это можно поменять по коду. Она также там варьируется от нуля там до 20, например. То есть, вот такую темную мрачную погоду я могу себе сделать. Могу сделать даже дождливую, но я не знаю номер дождливой погоды, как бы. Я в сампе знаю, а на мазинке я не знаю. Ну, сделаем вот такое что-нибудь себе мрачное, такой полумрак. Наверное, снимем маску с хазбика, он что-то мне, по-моему, задыхается, бедолага. И гитара слишком тяжелая для него. Я считаю, вот так будет хорошо, вот так будет достойно. Итак, идем дальше, что у нас есть по юхелпу. Дальше у нас есть флаймод. Флаймод это очень интересная тема, очень прикольная штука, например, для съемки вот этой елки. Я прописываю флаймод. Вот, вхожу в него, делаю стартовую локацию вот отсюда. И, например, финальная локация должна быть у меня на звезде вот этой вот елки. Я хочу, например, ну как-то так отснять ее, да, чтобы она вот у меня была вот тут. И прописываю скорость движения. Вот, словно, там я всегда прописываю 16, а скорость поворота, ну, 5000, да. Все, начать движение. Вот таким образом я делаю все подсъемы, то есть для видеороликов. Это, опять-таки, огромное преимущество для многих ютуберов, кто любит делать всякие различные видеообращения, красивые ролики и так далее. Вообще, видеомонтажом кто занимается. Потому что это реально кладезь, особенно если вы этим занимаетесь, то вы меня поймете. Вот, флаймод очень интересная штука. Я и обожаю за этот проект Amazing Russia то, что он тут есть, потому что в Sampi на многих проектах приходилось просто скачивать отдельную утилиту, которая называлась Cam Hunt. Она была максимально удобной, но при этом она неудобна в том плане, то что она не такая простая, как флаймод. То есть там мы зафиксировали вот эту точку старта, вы там переместились в другую, тут зафиксировались. И как бы указали только скорость движения, скорость поворота. И у вас уже идет плавная картинка, как бы вы снимаете ролик. Идем дальше. Дальше это YouTube Gun. То есть это я могу выдать себе любое оружие, как я понимаю. То есть я выдаю себе, например, условно там СВД и указываю там 200 патронов. Все, у меня СВД. Это как помогает для съемки роликов, это как помогает для проведения каких-либо мероприятий. Но я YouTube Gun очень редко пользуюсь, потому что я сочетаю в себе как РП персонажа, так и не совсем РП. То есть, ну, моментами я все-таки РП персонаж, я никогда не юзаю. Бессмертие, которое есть у нас на Insert, я не пользуюсь там вот этими вот полетами. Я это редко делаю, и то для роликов. Вот, идем дальше по U-Help, что у нас есть. Ну, выдать себе ХП я это показывать не буду, это очевидно. Вех создания транспорта. Это очень прикольно, особенно когда на Амазинге есть такая система, что если вы не знаете ID транспорта, но при этом знаете, какую машину вы хотите, вы просто прописываете E63S. Валя, транспорт у вас, то есть, ну, все, вы покатались на нем, как бы это стоковая версия. Да, у меня их прописали, там радиус минимальный, все, у вас удалена машина. И так вы можете любую абсолютно создать, то есть, это надо либо ID машин найти, оно есть на форуме Амазинга в отдельном разделе, и в отдельной теме. Либо же так, вот если вам куда-то надо что-то, например, вверх Bugatti прописали, у вас Bugatti вот тут, как бы все, сели, поехали. Это очень удобно. Это, я рассказываю о преимуществах, то есть, что будет, если вы станете ютубером на Амазинге вашей. Я говорю, все возможности будут открыты для вас, все дороги. Дальше идет GoToGPS, но это очень простая фича, то есть, например, в GPS мы выбираем какой-то пункт назначения, тот же GPS, и прописываем команду GoToGPS, и вас это тэпает. Но лучше не злоупотреблять, конечно, но я вот особенно, но я вот люблю эту команду, особенно тэпуис по ней на транспорте. Фиксверк добавили, тоже очень интересная команда, она была, это отремонтировать свой транспорт. То есть, не на многих проектах есть такая тема, потому что там необходимо скачивать тулсы дополнительные, но вот здесь это есть, как бы фиксверк прописали, все, ваш транспорт починен. ТП по общим местам, это почти как GPS, только намного проще, то есть, вы можете выбрать здесь район области, и вас туда тэпешнет, то есть, вот поселок Корякино, здравствуйте, вы тут как бы. Это очевидно, это все очевидно, я это уделять нового внимания не буду. Включение режима полета, Off-Light, посмотрим, что из этого представляет. Ну, Off-Light это понятно, у меня просто забинджено на правый крайний shift, это то же, что и Off-Light. Ну, то есть, это как Аэрбрик в Сампе, но только здесь он называется iFly. Так. Дальше идет у нас АГМ, это бессмертие, сет Virtual World игроку, то есть, это поставить виртуальный мир, как можно как и себе, так и игроку, чтобы не мешать основному РП-процессу, то есть, не находиться в одном мире со всеми игроками. Например, для мероприятий это полезно, либо же для каких-то видеороликов, где вы телепортируетесь, либо же телепортировать игроков к себе. Вот. Дальше у нас идет Goal Tour, то есть, телепортироваться к игроку. Get Here, то есть, телепортировать игрока к себе, это все понятно, этим я заниматься не буду. Добавили Slash MP. Не знаю насчет Slash MP, я ими никогда не пользовался вообще, и никогда не проводил мероприятия, но мне кажется, тут очень интересно, интуитивно все понятно, как бы, можно даже почитать информацию по всем командам и так далее, но я эти вряд ли буду пользоваться, потому что, в основном, это, наверное, удобно для стримеров, которые постоянно играют, которые хотят взаимодействовать со своей аудиторией, но у меня такого пока не получается. Вот. Freeze, это заморозить игрока, заморозить игроков в радиусе, и так далее, это тоже все понятно, просто восстанет. HPR выдать игрокам в радиусе, HP, выдать спаун, то есть, заспаунить на точку спауна, которую выдарит сам персонаж. MSG. Отправить сообщение всем игрокам, добавили MSG, то есть, я могу в MSG писать абсолютно любой текст, но, естественно, по теме. Но я этим тоже пользоваться не буду, потому что мне это не надо. Вот. Object, это тоже прикольная тема для съемки роликов, вы можете ставить объекты, делать свои интерьеры там и так далее. Можете поставить зеленый фон, сделать а-ля хромакей и так далее. SP. Вот это прикольно, мне нравится. То есть, вот SP, например, 1, да. Бам, мы проследили за человеком. Вот тут человек какой-то бегает, он тулит по кому-то. По-моему, на военном складе, если я не ошибаюсь. И добавили команду недавно фейк. Давайте ее протестируем, и на этом мы, наверное, закончим наш видеоролик, потому что уже, я думаю, будет не особо красиво этим заниматься. Бывает и такое, что немножечко подолгает и крашнет, ничего страшного в этом нет. Давайте проследим за любым игроком. Вот, например, Хулио Андерсон, да. Кем он вообще является? Армия десятка. Но я думаю, с ним шутки плохи, поэтому мы не будем ничего писать от его имени. Вот, давайте найдем игрока, который с другими стоит, и посмотрим, что вообще происходит, так скажем. Вот. Стоит Дмитрий Канабеев, давайте от него попробуем фейк написать что-нибудь в чат. Ага, тут доступные чаты S, то есть, вот, например, мы пишем от игрока 87 привет. Все, игрок написал. Это можно всякие фейки здесь устраивать, всякие приколы делать. Давайте найдем какой-то игрока, который стоит в толпе с кем-то. Вот это, кстати, прикольно. Это можно реально подставу такую сделать. Так, ладно, тут большое КД на эту команду. Это на самом деле очень плохо, потому что это неэффективно. То есть, вы можете писать только что-то одно в чат и ждать при этом КД. Ну, то есть, это, мне кажется, как минимум странно. Я бы, наверное, убрал бы просто это КД, чтобы возможность было пранковать максимально. То есть, ну, именно пранковать так, чтобы это было по-доброму, но и при этом быстро. То есть, КД я не намерен ждать. Вот. Ребят, не забывайте вводить мой промокод LEMONTE на сервере MazingerP Russia. Он даст вам на пятом уровне 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей. Также абсолютно все бонусы, то есть, X2, XP, X2. Опыт на начальных лоулах. Не забывайте играть со мной. Все, ребят, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok